Продолжение следует... 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 В связи с этим межкультурный диалог не всегда прост и не всегда приводит к взаимному пониманию не только между представителями разных наций, но даже еще и между представителями среди одной и той же нации, не говоря уже среди каких-то групп. И сегодня мы хотим эту тему осветить и предложить наше видение этого процесса. Но надо тоже понять, что после того, как мы выстроили взаимопонимание и межкультурный диалог, этим еще не все решено. Ведь нам нужно тогда будет еще определиться с тем, чего мы хотим от будущего, каковы наши цели на будущее. В абстрактном понятии, может быть, это само собой разумеется, все мы хотим счастья, добра и всего того, что этому способствует. Но если дело доходит до конкретики, то здесь случается, это не так просто получается, начертить тот образ будущего, который мы совместно с вами хотим. Вот, и об этом мы сегодня тоже поговорим, о определении нашего совместного с вами будущего. После того, как мы определились со словами, с явлениями, нарисовали образ будущего, определились с целями, нам нужно будет разобраться еще с теми процессами, по отношению которых мы будем устраивать наше творчество и наше совместное дело. Другими словами, без образования здесь тоже нам не обойтись. Мы должны понимать динамику тех процессов, которые нас обитают в нашей жизни и отношению которых мы будем работать в дальнейшем. И только после того, как мы эти первые три ступени преодолим, взаимное понимание, совместное определение будущего и понимание динамики и характера тех процессов, мы сможем вступить устойчиво в воплощение нашего совместного будущего в нашу культурную деятельность. В соответствии с этим, сегодня мы подготовили четыре доклада, которые более или менее развернут эту тему и, в общем, дадут площадку для обсуждения этих тем. Наша повестка дня сегодня, после краткого представления нашей организации, которую сделает Марк Амиров, участник организации и ее представитель в Бельгии, Брюсселе, он расскажет вкратце о предыстории нашей организации, о ее структуре, ее целях, миссии и принципах работы. После этого мы услышим первый доклад от Ивана Данилова, участник организации и ее представитель в Бельгии, по раскрыву. он расскажет о науке и технологиях, их этапах в историческом процессе и ответит на вопрос, к чему и для чего должна вообще служить наука в 21 веке. Владимир Девятов, участник организации и ее представители в России, город Санкт-Петербург, расскажет вам во втором докладе о устойчивом развитии общества. Он осветит тему мегаполиса, процессы организации, к чему это приведет и что это обозначает, и в принципе предложит, как и где мы будем жить в будущем, в соответствии с этим. Расскажет о том, как это устройство будет управляться, какие принципы управления должны быть и предложит этим эти принципы для устойчивого развития в будущем. В третьем докладе Алексей Севериков, участник организации и ее представители в России, расскажет вам о образовании, какую роль оно играет и предложит проект, который уже начинает реализоваться. И мы предлагаем участие в Евразийском университете международном. И в итоге четвертый доклад мы слышим в том, как мы вообще в будущем будем выстраивать диалог, что будет способствовать, какая официализирующая идея может способствоваться межкультурному диалогу в будущем. Для того, чтобы это все не было монологом, между докладами у нас будет примерно по 25 минут, в рамках которых мы можем в свободном режиме вопрос-ответ ответить на вопросы или просто поговорить свободно о тех темах, которые мы будем здесь разворачивать. В итоге мы подведем резолюцию, премию, и у нас, надеюсь, будет еще достаточно времени познакомиться и пообщаться в свободном режиме. 12 часов, наверное, чуть позже будет, как мы немножко позже видели, у нас будет перерыв. Есть чай, стоит самолад, чувствуете себя как дома и еще раз большое спасибо за возможность в этом доме провести это мероприятие. Мы предлагаем перейти к презентации нашей гуляции. Благодарю вас, спасибо. Спасибо, Алексей. Тогда я бы хотел поговорить немного о нашей организации, вообще зачем нужна организация, что она из себя представляет, почему мы не стремимся. Давайте сначала начну с того, что чем нужно было открывать организацию, да, мы можем по сути общаться так, с каких-то формальностей. Организация позволяет создавать, во-первых, общий проект, эти проекты могут помогать нам объединить те наши усилия и идеи, которые мы с ребятами обсуждали в период этого времени. Организация — это же больше, скорее всего, инструмент для того, чтобы нужно было донести это для людей через современное средство коммуникации. То есть, единая организация, она позволяет нам более эффективно решать какие-то проблемы, общественные проблемы. И эти решения будут достигаться намного быстрее. из-за того, что мы — молодежная организация, мы все-таки стремимся к тому, чтобы приглашать на наши мероприятия людей, чей опыт для нас является бесценным. и обмениваясь вот этим опытом и своими молодежными кондициями, мы можем на выходе прийти к какому-то очень интересному документу. Сегодня мы тоже собираемся это сделать. И вот это будет действительно продукт для общества. что же касается о целях, которые мы в целях нашей организации, то мы стремимся к тому, чтобы создавать необходимые условия для подготовки и переподготовки управленческих кадров. То есть сегодня в мире зачастую происходят такие проблемы, что люди не всегда после окончания университета чувствуют себя со своей тарелкой в том смысле, что они не знают, насколько они хороши в том, чтобы продолжать свою работу, до этого она была более интеллектуальная в университетах, в вузах, а потом уже практически. И они считают себя неуверенными. И вот мы стараемся рассматривать эту проблематику от небольшого уровня. также мы стремимся к изучению управления человеческими сетями, human management, самоуправлению в коллективах и, что самое интересное, методология, научно-познавательная деятельность. Также мы хотим содействовать развитию международного сотрудничества. Я считаю, что сегодняшняя наша конференция, конечно, это начало, но это хороший знак того, что мы открыты в дискуссии и пригласили такое количество представителей с разных стран Европы. также мы имеем такие цели в нашем уставе, как способствие развитию научных проектов, интеграции, глобализации, иммиграции, в том числе, исследования разработки институционных основных глобальных образований, в том числе что часто состоит на акенте последних мероприятий, это безвизовая пространство, это важный вопрос для проведения межкультурного диалога. И конечно же исследование общественных проблем и предоставление какой-то альтернативы. То есть нечасто видим, что люди повторяются в каких-то проблемах, СМИ это увеличивают, но это согласитесь, со временем становится очень скучно. Мы хотим сделать что-то новое, чтобы не было только дискуссии о плохом и плохом, чтобы мы создали позитивный образ будущего. Что касается проекта, я сегодня уже упоминал, мы имеем цель займяться международным евразийским университетом, в котором будут выготавливаться соответствующие кадры, способные к универсальным решениям проблемы в глобальных масштабах, локальным локальным органам, которые смогут вести межконфессиональные диалоги, межнациональные, межклассовые. И это будет все на основе методологии познания и творчества. И второй проект разработка концепции устойчивого развития. Сегодня мы видим, что в обществе ставятся какие-то планы, какие-то бизнес-идеи, но исходя из среды, в которой это все происходит, это нельзя назвать устойчивым и предсказуемым. то есть вот эта разработка концепции устойчивого развития будет частым появлением, которое является разработкой нашего типа ландшафтного усадебника организации, то есть проекта развития комплексных многотайных поселений, сочетающих комфорт города и интеграцию в природную сферу. Но об этом еще скажут мои коллеги в своих докладах, так что я не буду занимать личное время. Ну, что касается нашего опыта, вы видите в приложении я вижу, что только два пункта, где-то только у меня есть список, отлично посмотрел. В принципе, у нас список не короткий, вы посмотрите и если у вас будут какие-то предложения, где-либо. Ну, и еще скажу, что по каким принципам мы подходим к нашей деятельности, этот принцип на самом деле очень демократичный, то есть свободу слова и распространение информации, человечности, солигарности, чести и права, глобальное видение, принцип глобального видения, конструктивной беседы, а не заниматься просто критикой, управляя этим своего собеседника, принципы саморазвития, ну, инициативной личной ответственности. Я вот хотел бы найти свою состуховку с тем, что уже есть в обществе. Что касается общественных целей нашей организации, то это, например, возьмем экологию, то есть экологическое строительство и накопление экологически чистых технологий в соответствии с рамочным конденциумом об изменении к ним. Это является одной из наших целей. Томки, Орский, протоколы, и так далее и тому подобное, что касается экологии. Экономическое развитие мы тоже собираемся заниматься включением образования культурной дипломатии, то есть исследователи и путешественники, учителя, учителей и артистов можно рассматривать примеры неформальных послуг и первых культурных дипломатий. Здоровье мы поддерживаем и поощряем здорового оборудования, которые достигаются за счет различных комбинаций по физическому, психическому и социальному оборудованию. Мы на этом вместе выживаем другое здоровье здоровье. Что касается международной дипломатии, участие в международных дискуссиях, дебатах, создание площадок для учения молодых людей, это опять национального дипломатии, дипломатии, что переводится международная некоммерческая организация. Почему мы выбрали Бельги? И Бельги это на самом деле можно так назвать сердцем Европы. Почему начать свое общение с сердца и с себя и не начать вести конструктивный и эффективный диалог в нашем каком-то общении. Спасибо, Влад, за радкое представление. Первые черты образа уже появились. Так быть, не все понятно. Было какие-то вопросы, может быть, будут. Но надеюсь, сегодня в ходе нашей беседы мы это все с вами обсудим, поговорим. Предлагаю перейти к первому докладу или если есть какие-нибудь конкретные вопросы в отношении организации к нашей цели. Гости приходят еще потихоньку и приходят за столом еще есть места в кучи целисты пока не заняты. в кучу 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 Продолжение следует...